Дополнение ни шагу назад вышло месяц назад, и никто так и не заметил новый, необычный путь победы для Советского Союза. Сегодня мы это исправим и с помощью агентов НКВД и дипломатии не допустим начала Великой Отечественной войны и приведем Советский Союз к господству над Европой, не участвуя ни в одном конфликте. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще и лучше, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. К сожалению, механики политической паранойи невозможно избежать, поэтому вместо полезных пятилеток придется успокаивать Сталина и потратить целый год на резню. Экономическая составляющая нам не особо важна. В следующее десятилетие заводы Советского Союза будут строить новые заводы, которые будут строить новые заводы, и так до бесконечности. Заводы необходимы нам лишь для создания и улучшения агентства НКВД. Его агент уже в 1936 году должна отправиться в Германию для создания шпионской сети. Что касается военной промышленности, то 30 заводов вполне достаточно для снабжения армии, которая в первую очередь инструмент политического давления. Главная проблема чисток не в их неизбежности, а в периодичности в полгода. Почему нельзя убить всех и сразу? Этими паузами можно воспользоваться для улучшения агентства НКВД и создания Коминтерна, который будет заниматься внешней дипломатией. Их первым, не самым удачным шагом стало участие в гражданской войне в Испании. Пока в стране идут чистки, Коминтерн практически бессилен. На переднем плане иностранный отдел НКВД. Агенты по возможности вербуются в Германии и там же ведут подрывную деятельность, пропагандой увеличивая популярность коммунизма и расшатывая немецкие духовные скрепы. Сталин лично назначил руководить подрывной деятельностью в Германии Наркома безопасности Всеволода Меркулова, а Максима Литвинова сделал народным комиссаром иностранных дел. Максим Литвинов задал курс для советской дипломатии, который заключается в попытках усидеть на двух стульях сразу. На Востоке был подписан пакт о советско-японской дружбе взамен на возвращение Сахалины, за что Максим Литвинов будет расстрелян в будущем. Буквально через месяц после пакта с Японией советские дипломаты предлагают идею антифашистской коалиции западным капиталистам, после чего тут же заключается германо-советский договор о научных исследованиях. Какое-то безумие! В начале 1938 года НКВД добилась максимального влияния на Германию. От пропаганды советских агентов Гитлер потерял 20 стабильностей и поддержки войны. Важно не пропустить этот момент. На счету каждый день, если мы хотим предотвратить Великую Отечественную войну. И все агенты сейчас должны быть перенаправлены на поддержку Компартии Германии. Третий московский процесс и расстрел Николая Бухарина стал финалом политической борьбы в Советском Союзе. Сознание Сталина очистилось, паранойя сошла на нет. Теперь нам стал доступен весь карт-бланш советской дипломатии. В Европе заключается пакт о ненападении с французами, историческим союзником России. Оказывая дипломатическое давление на Вашингтон, удается подписать пакт о ненападении даже с США. Правда, сразу после этого Германии была предложена идея антикапиталистической коалиции. Коминтерн в это время занимался созданием активных ячеек в Прибалтике. Через них Сталин оказывает сильное влияние на Эстонию, Латвию и Литву. С балтийскими странами подписываются пакты о ненападении, улучшаются отношения, а как главный дипломатический аргумент, на границу подводятся 50 дивизий. Балтийцы имеют два выбора – либо вступить в Коминтерн, либо отдать власть рабочим и пролетариату. Все соглашаются на первое. Новые члены Коминтерна нужны лишь для увеличения числа агентов НКВД, которые спешно отправляются в Германию. Руководитель местной ячейки Рихард Зорге, потянув за ниточки, вынудил немцев подписать пакт Молотова-Риббентропа, поделивший Восточную Европу между Германией и Советским Союзом. Как только нависла угроза мировой войны, последняя независимая Балтийская страна Литва вступает в Коминтерн. Балтика стала полем успешного дипломатического эксперимента. Теперь ячейки Коминтерна будут распространяться по всей Скандинавии, Ближнему Востоку и на Балканах. Не пролив ни капли советской крови, дипломаты добились возвращения Бессарабию Румынии, а по пакту с Германией была получена Восточная Польша. Это максимальная выгода, которую мы могли бы получить от фашистского режима Германии. Поэтому 25 ноября 1939 года при поддержке иностранного отдела НКВД в Берлине был проведен референдум. К власти при поддержке в 60% пришла Коммунистическая партия во главе с Вильгельмом Пиком. Великая Отечественная война предотвращена, хотя Вторая мировая уже началась. Неправильно, что крупнейшие социалистические страны разделены на два блока. Германия и Советский Союз должны быть вместе, пусть даже путем вступления Советского Союза в Ось. Страны, которые только что насильно были включены в Коминтерн, просто выгоняются оттуда. И уже в декабре Сталин вступает в Ось. Пока что на правах второго по силе члена Альянса. Советский Союз ни в коем случае не присоединяется ко Втору Мировой, а лишь продолжает свое экономическое развитие. Наконец началась третья пятилетка, успешное завершение которой положит основу культа личности Сталина. Агенты иностранного отдела НКВД не остались без дела. Всем скопом они переехали в Соединенные Штаты. Ведя там ту же самую подрывную деятельность, что и в Германии, пролетарии Америки еще поднимут свою голову. Хирохита настолько испугался коммунистической угрозы, что предлагает подписать еще один пакт о ненападении. И только удостоверившись в дружбе с Советами, у японцев развязываются руки. Развязываются настолько, что они объявляют войну Югославии, а затем нападают на Филиппины. Втянув в войну Соединенные Штаты, Вторая Мировая набрала максимальные обороты. А что же Советский Союз? Собираются высокие урожаи. Добываются рекордные объемы металла. Благодаря Комсомолу и Стахановскому движению, промышленная мощь растет и не по дням, а по часам. Пишите в комментариях, что по-вашему было бы Советским Союзом, если бы не было Великой Отечественной. Матерым агентом НКВД, победившим изнутри Третий Рейх, одолеть Соединенные Штаты оказалось намного сложнее. Лишь в ноябре 1944 года в результате честных выборов в Вашингтоне к власти пришла коммунистическая партия. Большинство агентов были перенаправлены в Мексику и Великобританию, а оставшиеся стали проводником сильнейшего дипломатического влияния Сталина на президента Эрла Браудера. Установив дружеские отношения и заключив пакт о ненападении вновь, советские дипломаты добились головокружительного успеха. В начале 1945 года на официальной церемонии форте Ситко Аляска была возвращена Советскому Союзу. Несмотря на отдельно взятые успехи, дипломатические возможности комментария весьма ограничены. Сталин должен быть единовластным правителем Альянса. Ради этого он набирает силу, поедая миллионы де... Ой, то есть я хотел сказать, в Советском Союзе массово мобилизуется пехота. Сотни стрелковых дивизий, в которых на каждую сотню солдат приходится только одна винтовка. Двадцатая часть населения страны была поставлена под ружьё, и всё это только ради единовластия Сталина. Сталин вынужден втянуть союз во Вторую мировую войну, пускай просто номинально, лишь ради того, чтобы перехватить главенство над Альянсом Ось. Теперь вся власть над Европой и все возможности находятся в руках одного человека. Сталин вновь поделил Польшу, и польское правительство, воевавшее на стороне союзников, просто перестало существовать. Активизировавшийся комментарий налезет в каждую страну, где имел спящие ячейки. Швеция и Финляндия обращаются в коммунизм и присоединяются к Альянсу Ось, вступая в борьбу против капиталистов. На Ближнем Востоке усилиями дипломата Хакимова, саудиты вступают в войну на нашей стороне. Им были обещаны все британские колонии на Ближнем Востоке. На этом успехи наших дипломатов заканчиваются. Большинство союзных советских республик остались в стороне от затяжного конфликта, который никак не может закончиться. Никто этого и не ждет. Советский союз уже сейчас перекраивает Европу, создавая новые республики. Третьим советско-японским пактом Евразия была неофициально поделена на две части. Между коммунистами и японскими империалистами мы оказались в мире человека в высоком замке. Англичанам, не согласным с новым мироустройством, был высказан серьезный дипломатический довод. 50 атомных бомб были сброшены на южную часть страны, еще столько же на северную. Каждые 12 часов на Лондон будет сбрасываться новая бомба, пока враг не уразумеет наш дипломатический посыл. Лишь через три года англичане уразумели, что лучше сдаться на милость стран оси. Война на этом не закончилась, но есть ли смысл в ее продолжении? Благодаря усилиям дипломатов и агентов НКВД, мир оказался поделен на два блока, два из которых коммунистические, а Советский Союз, не участвуя в войнах, стал величайшей державой. Надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставите ему лайк и пишите в комментариях, какие безумия вы бы хотели увидеть в Хойке еще. Отдельное спасибо Алексею Котову, Гостеру Чаннелу, Кириллу Казакову, Никите Федькину, Сайбер Слоту, ОлПСД, Мистеру Алексею, Султану Каджиту, Германа Лигу и Вуйчичу. А с вами был Воевода, спасибо за поддержку и до новых встреч. Монголия и Тану Тува вступили в союзники, как они могли.